ну что привет интернет у нас сегодня интересный гость в студии уже не первый раз вот я не устану с маратом разговаривать потому что вот три уже года марат я тебя читаю и конечно есть большое расхождение да то есть а я вот кто вдруг кто не знает он обычно приходит в чеснок постепаться то есть он очень серьезные вещи пишет в тенге не уставлю не знаю другие серьезные здания вот сюда мара всегда приходит чисто поражать вот может быть а сегодня у нас что-то серьезное может быть из изма из марата мне как говорится на выспрашивать первый вопрос у меня такой будет марат еще раз спасибо что пришел вот ты подключен к очень многим источникам информации да то есть вот можешь просто схематично без названия да то есть ну если как считаешь нужным то есть вот откуда ты снимаешь информацию потому что ты вытаскиваешь порой такие как бы вещи да то есть но я же нету там подключение какой там базе комитета национальной безопасности там или что-то то есть ты работаешь с публичными источниками но порой ты вытаскиваешь вот такие вещи что действительно там удивляется да где он вот это взял то есть те все достаточно на самом деле достаточно читать простые новости да то есть как я учу студентов то есть надо читать сейчас два вида СМИ то есть это просто ленты новостных агенций да и длинные аналитические статьи и это вполне как бы хватает потому что эта промежуточная часть да обычные СМИ они сейчас ну так скажем слишком ангажированные многие журналисты непрофессиональные и поэтому я так скажу что очень много они не замечают плюс конечно надо смотреть первоисточники то есть никогда допустим там того-то цитируют того-то цитируют вы зайдите на сайт да к нему там и посмотрите там допустим на сайт нацбанка посмотрите отчетность посмотрите циферки вот то есть первоисточников смотрите потому что большинство людей никогда не это ну не читают и не анализируют то что как бы им да и лениво и букв много нет это просто вот гиперинформационное общество да то есть информации становится очень много и она идет вал то есть там причем ее сообщают одну и ту же на разные лады или даже она одинаковая куча источников вот бьют 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 а как бы почему бьют потому что ну вот созвали допустим на пресс-суху отдали один и тот же пресс-релист этот пресс-релиз в разном виде во всех этих СМИ а что как бы на самом деле ну никто же не читает какие государственные сайты ты бы выделил достойные такие в плане интересной информации то есть вот ты наиболее часто с какими вообще сайтами работаешь? ну я вообще просто в смысле я читаю допустим вот допустим ну вот Tengrenews, Nomad но это же Tengrenews, он частный же, да? ну он частный но в смысле я... да 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 окей давай и казахстанский наши в том числе да, Nomad допустим читаю Central Asia Monitor допустим потом ну разумеется у новостников то есть Castag Информа, Casinform потом и этот ну и закон читаю ну в смысле точнее не читаю а в смысле я смотрю там поглядываю там кадровые назначения смотрю какие законы и т.д. на самом деле это вот достаточно смотреть законы как бы и выступления и понять что допустим что на самом деле как бы ожидается плюс надо же разбираться просто ну вот допустим президент как было расширенное заседание, да? когда он менял в августе структуру пальцев самое главное там был посыл это то что не меняется структура, да? а то что уличные рынки по всему Казахстану будут убирать то есть вот это на самом деле вот для людей да важно но на этом никто акцент не сделал из СМИ да из СМИ никто не сделал хотя это получается то что и как у нас барахолку да за там били так будут по всему по всей стране делать вот на самом деле серьезно это разумеется серьезно это в августе было но для кого не новость получается нет ну как для кого не новость раз мы сейчас в социальных сетях допустим если ты помнишь в Алма-Ате барахолку со скрипом убирали с большим скрипом то есть там в течение трех месяцев она то горела там то не горела нет там она ее на самом деле начал убирать вообще еще за это где-то процесс двух лет ну двух лет ну вот так смотри раз мы не слышим холивара про республики получается этого еще не начали делать пока еще не начали но уже будут готовиться соответственно ну вот рассказал рассказал значит все потихонечку будут готовить инфоструктуру договориться о собственнике земли тут очень же сложный экономический процесс ее же куда-то надо перенести еще да это такой он одновременно имеет несколько аспектов допустим то есть такой классовый да элитный потом экономический налоговый и безопасности то есть это очень сложно допустим у нас всегда же как землей да на которой стоят барахолки владят очень большие люди очень большие это ты мне говорил же в каком-то из интервью можно ругать правительство кого хочешь нельзя ругать директора свалки директор барахолки это опасно для жизни да и есть вот по закону да которым вот и большие люди сдают эти деньги в аренду эти сами барахолки то есть да и вот они как бы там и там есть конечно оптовики поменьше оптовики поводства ну вот короче то есть при сокращении сейчас вот экономики да то есть те кто самые большие люди да посмотрели вот на той же тот же адем да который принадлежит куанышеву мы сказали а зачем нужна прокладка зачем прокладка то есть базаком то собирает да и платит аренду ну сколько он там собирает неизвестно же соответственно ну там все мы знаем сколько там особняки там сказали последний зачем ну лучше построим там большой торговый центр да поставим и будем получать эти деньги и сами вот и все то есть это один аспект ну это как государство так и нет это для высшие ли для государство это хорошо тем что как бы вот торговля с ним получается гораздо больше налогов на самом деле получается пахолка дах это деньги идут огромны на самом деле сне и короче очень получается мало налогов очень мало то есть там это буквально то посмотрите с магазинами там это в десятки раз не olurish магазин это посчитать легко а вот этих контейнеров раньше было там же нам без бутылки не разберемся да да а тут получается вот будет как адем то есть а там уже черного дым посчитать очень легко очень легко там вот эта взлетка и считаете магазин здесь все на у всех на прайсе нас ко всем зашел еще половины там кассово аппараты уже есть на вот то есть это процесс того что как бы туда составит вот эту теневой сектор в сторону да ну и соответственно еще такой проблема безопасности то есть рынке у нас вместе с тюрьмами да и отчасти там еще другими заведениями это рассадники у нас религиозный экстремизма и теоризма там и как раз нелегальные иммигранты там как раз кормятся именно ваххабиты и так далее то есть их убираем и тоже как бы густарса закрывает для себя дырку безопасности ну да в модном центре и как-то сложно будет нет там на бархолке можно же там годами жить там и не выходить никуда просто заодно там еще же есть каналы по перевалке денег можно чего хочешь там достать и там контрабанда все можно провести а тут уже это ты никуда не денешься но это хорошая новость ну как для познакомых не очень ну их не так много в масштабах страны ну да масштаба страны это ассо в так ну как бы наварились уже да нет да я думаю те тоже не пропадут ну не попадут они просто уйдут уже сами как вложат деньги просто центр да и все там чем то есть они пусть нас перелетов да и вот к этому тоже идет и ликонизация стороны не можешь 20 лет в контейнере до сих пор торговать ну уже как говорится все равно что-то меняться то должно в этом контексте то это и правильно да и вот этот сектор вот этот самый глобальный а то есть глобальнейших этих экономических изменений у нас в стране да ну кто об этом говорит них ну вот это о качестве наших сми ну я да ты знаешь вот давай сейчас чуть-чуть вот следующий вопрос это не о качестве наших сми о качестве специалистов я вот тут взялся да то есть поговорить вот с нашими людьми которые у себя имеют как говорится там смелости там я не знаю там честь удовольствия называть политологами ты вообще как вот если политологом назвать это нормально вообще ну я вообще ли ты больше эксперт я кинет геологов смысле а как бы ну можно и нам политологом можно назвать пожалуйста определение то есть это вообще чего человек изучающий политику да просто именно изучающие то есть которые ее изучает то есть стоит различные теоретические модели замечают тренды занимается политическим планировать политическим анализом вот так то есть это одно эксперт это тот кто на производит экспертизу с экспертизу законопроектов поэктов проектно-техническая документация это немножко другой то есть уже но у нас вот резине перебил у нас живут таких вот как ты товарищи мне кажется все таки голод большой в кз я не сказал то есть хорошо ты вот сколько можешь назвать специалистов но которых ты вот ну ты же очень такой как сказать у тебя с черно-белым я не знаю то есть она не бывает по моему то есть у тебя своя позиция из безусловно да то есть в прикладников допустим политологов около 38 человек в казахстане да есть еще конечно вузовские академические это еще и гораздо больше но и на слуху конечно больше прикладники то есть которые по каким-то сферам до которых по каким-то сферам которые работают с государством с фондами с партиями то есть ну и сущности как бы вается в самой политике потому что у нас проблема в том что у нас политика закрытая же сфера и поэтому очень трудно быть академическим исследователем и как бы не имея контакта с допустим с теми же политиками и непосредственно государственного которые осуществляют что-то по нее говорить очень то есть можно там внешне ну есть люди там внешней политикой занимаются так далее но это все но немножко слабоват ну а вот этот вот полгода да вот весь мир ну как по моим ощущениям трясет штормит ты как это все себе видишь то есть я не хочу никаких то там сенсаций да но мы же все вот полгода да де-факто находимся в серьезной информационной войне по крайней мере те люди которые да все все кто смотрит телевидение так или иначе да особенно интернетчики до интернетчиков глушат вам все ты посады вот у меня пять тысяч друзей фейсбуке да я всех подписывал подписывал раньше кто хотел получается что у меня вот ну разные да то есть я читаю я порой вообще я ну меня это просто оглушает натурально уже я не знаю то ли молиться уже начинать за за всех понимаешь то ли в ужасе то ли там но не знаю то есть там настолько вот это сейчас информационные войны как вы выяснилось ужасная вещь и когда это нас дотронулась да тебе легче ты все время в смысле с информацией работаешь тебя там и за палкой на и уже никакой информационный не убьешь да в этом возложить а обычно это человек ты посадить это же ну я так скажу во первых во первых ну ты как это должен это ты когда подписываешь кого-то да ты всегда делаешь все от него скрыть да если человек неважно и все и таким образом ты будешь считать сам то человек 500 а в друзьях у тебя будет миллион нет я принципиально хотел посмотреть понимаешь потому что и там не только котиков пусть постит это мое а вот личное исследование потому что это сумасшедший с не но не знаю мне интересно то есть нет я хочу понимать что происходит я ну я это ничего не поймешь потому что я вот тоже читает то есть понимаешь а я так скажем информационная война ананта информационная война что как бы так скажем я аудитория является заодно ее участникам до примитива к фейсбуку это 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 написано в это если устав армии сша психологические операции там это все написано да и да это все давным давно описано все это как делается и советская это это была спецпопаганда есть еще информационные операции то есть то есть это все там это обычная наука демонизировать ее не надо это сродни что-то там допустим по как пиарщики политпиарщики то существует определенная организации которые целенаправленно ведут определенные действия да там в целях и интересах каких-то там по уставу это государственная вещь по уставу рассылается там эти да то есть это все просчитано это все давным-давно это рецепт отработан еще с первым уже было час сейчас живут по поляризировались достаточно сложно достаточно сильно да то есть в каком контексте что кто-то например да по-прежнему ненавидит американцев да то есть вот кто-то говорит да что вы вы пойдите посмотрите в америку витам посадите как там люди живут кто-то опять же рассказывает вы посмотрите как там люди живут наши вот конкретно вот если про америку то есть вот твое какое вот вообще видение да то ну вот она что это это вот но есть версия хорошо что америка да она перевернула весь ближний восток что америка делает вообще что хочет вот что она нагибает кого хочет ну правильно это ее работа ну смысл ты с этим согласен не на смысле жизни очень все просто чтобы если кому-то купить да что если если ты хочешь чтобы тебе было хорошо да надо чтобы кому-то было плохо блин ну так не но я где-то понимаю но здесь количество количество благ ограничено ограничено чтобы люди жили в сша очень хорошо да количество нефти уж точно нет вообще с ресурс чтобы люди в сша жили хорошо где-то плохо вообще-то да и поэтому раз супер держава и там твоя роль то постоянно всех нагибать ну и чё и получается то что сейчас твоя роль во всем вмешиваться всех строить всех нагибать вами должна постоянно воевать то есть потому что ну не воюющая армия на смысле это так у меня за забор и красить то есть да это и это бесполезно в америке миллиона миллион миллион с чем-то и она смысле войны бюджет больше чем и поэтому смысле она постоянно двигается она постоянно воюет соответственно постоянно везде присутствует постоянно все вмешиваться ну это супер держава что у него такая вот роль были бы мы допустим хотя бы региональной державы да мы бы допустим киргизов бы строили узбеков бы строили там таджиков бы там нагибались это фактически это функция государства то есть она так или иначе к империи стремится ну разумеется ну вот смотри да то есть еще в семнадцатом веке до английский философ гоббс написал книгу левиафан то есть ну вот смотри просто это восприятие это просто как организм то есть есть государство маленький толстый пушистый да там жирненький да есть такие а есть государство такие зубами 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 да как чипами да вот чужие такие да есть такие как ёжики да вот вас понимаете это просто как биологическую борьбу да вот видов там слушать они вот я бы так живут мая ты в фейсбуке так объяснялась и классно ты эти ужасные ссылки постишь которые порой читать страшно там каждый раз читаешь думаешь вот чё на этот раз это было нужно я вот если не ошибаюсь вот эту лавину с пушкиным кроман газет по моему с твоей подачи да нет нет это по моему сами же рекламщики пустились ну а кто ее первый увидел в интернете мне что-то по моему это кто был на это зашли на сайт фестиваля они же на сайт фестиваля выложили все и понеслось и понеслось хорошо давай на самом деле да если против нас бы велась настоящая информационная война у нас бы уже люди на это против казахстана да то есть у нас бы на этом бегали бы по улицам пускали пену бы изо рта а нас просто немножко задевает там каким-то осколками далекой информационной войны между украиной и россии далекой я вот до нас вот там доносит такой гул такой бум-бум-бум даже не гул тогда да да и это уже нашим нашим хватает но я если честно очень рад что в глубоком тылу этих информационных войн я вот не хочу поближе к кухне да поближе к кухне от начальства подачи от линии фронта тем более ну и слава богу это я вот слушай а еще вот смотри но а про европу как-то характеризуешь то есть потому что тоже там же получается ну флер такой кстати вот ты распалец карман давай покажем твой телефон гаджет вот смотрите да а матч будто когда общается с людьми он и смотрит в свой смартфон они будут смотрят что как почту ты он он разговаривать человек вот человек с человеком понимаете да понимаете а не надо это заниматься за это хотел сказать дачением мне это было скульптурно все эти программы я не хотел бы так сказать что ну какой смысл быть подключенным поставим к интернету потому что от этого ничего потому что ты почитаешь новость да на два часа раньше твоей жизни ничего не по изменит не но вот опять же подожди вот мне понравилось я вот тут не помню уже с кем разговаривал мне сказали что вот политолог да это в некотором смысле социальный мыслитель можно так выразиться ну да вот тогда получается как человек который пристально рассматривает наше общество натурально увеличительным стеклом и микроскопом а ты не можешь не замечать да а вот интернет вот еще три года назад это же было одно проникновение а сейчас уже газа по сейчас ты-то вот говоришь да что не ходить из гаджетами ну знаешь вот таких как ты это сейчас тренд появился носить телефон там с двумя кнопками да то есть зеленые красные да зато батарейка там месяц работы она неделю то есть но это как бы изыск на самом деле но 80 90 процентов даже вот по цифрам продаж там всевозможных там это особенно классно когда это охранники да и вахтер точнее смотрят они сидят я играет в ютюбе постоянно смотрят то есть я кстати вот по ощущениям я вот вижу что youtube подкрадывается потихонечку к телевидению потому что вы час уже последние телевизоры они же четко уже подключены там на ему только вай фай да и у тебя гаджет только на стене да то есть там пока еще пульты неудобно но это скоро проведет ну я допустим меня сын через playstation смотрят фильмы на телевизор вот так вот да ну вот то есть это но вот и вот скажи то есть это вообще это же что-то там происходит я вот не могу это четко сформулировать но мы вот сейчас есть флер такой что мы живем в информационном пространстве россии кстати сейчас появилась такая достаточно сильная такая но это прям вслух уже сказали да четко сформулировали что с этим вообще чего-нибудь надо делать вот но мы живем вообще подключенные то есть фейсбук да это штатовская так как бы система которая там мониторится вообще до google это штатовская система то есть она и даже это не в плане безопасности да кому там интересно наши котики да там который выпустим то есть это ну просто вообще вот такая картина какая-то вот все включились вот в эту сеть и что дальше то просто твои какие-то мысли включились включили все потребляют то есть это просто большое потребление контента вот и все то есть раньше люди были не грамотными да допустим ну сколько могло читать потом стали грамотно теперь вот к интернету подключились там ну создатели контента как было немного и так и разумеется да ты же сам это понимаешь что подключенность это значит только потребление а это не значит производство но получается тогда производительный контента они с каждым годом по идее становятся сильнее и жить должны лучше они живут лучше просто они живут там сша контент где появится в сша европе вот в россии немножко до производится у нас он не производится поэтому смысле мы как бы как бы питательная среда для этого всего мы не получаем от этого благо то есть даже вот эти белорусы да со своей игрой это в танчики да они порвали там они имели сотни миллионов получают баксов то есть у них капитализация гигантская то есть вот просто ну а мы как бы ну а мы в них да ну вот это то есть как бы если ты это не потребляешь смысле не производишь значит это потребляет значит соответственно ты только платишь вот просто обычный баланс и все ну вот я так скажу в смысле вот были несколько укладов то есть вот сначала у нас как бы но сначала помышленной эволюции у нас сначала были помышленные угла то там заводы стоят фабрики да там потом стали мощными финансисты да они там акции там облигации то есть вот такая глобальных теперь уже подключились вот допустим вот со второй мировой войны да такой симбиоз военных спецслужб и науки да то есть как бы и к ним уже теперь подключаются информационщики да то есть вот это уже третья группа которая то есть и получается так что допустим сейчас получается эти информационщики это не просто как раньше говорили пресса там четвертая власть сейчас они какой-то становится вообще новая реальность да потому что допустим вот видно что она она создает сама вот эту реальность политическую да в которой сама и вается да и как бы уже она не может работать по иначе то есть и в том числе даже политический класс да то есть и высшая элита она становится их заложниками потому что ну невозможно же сказать допустим ой все что вот эти говорят да это полная фигня давайте остановим откатимся назад и мы это ошиблись все уже логика такая спасая информация действует что вот так сказал потом приходится говорить уже в сапог на и уже сказано конечно его так так идет по нарастающих то есть но вот очень интересный вопрос сейчас живут у многих государств на государственном уровне да то есть они пытаются понять что им делать вот с этой информационной какой средой да где фактически там может какая-нибудь девушка ну например там я не знаю у нас же тоже вот есть уже такие условно селебритис да допустим у которых там по семьдесят пять по тысяч подписчиков там в инстаграме да там ну луина миллион ну как бы это может там по-разному обсуждать но у сабин алтон мековой 300 тысяч баян и синтарь 200 со 50 тысяч да то есть смотри получается у человека в кармане там красивых джинс у него аудитория 300 тысяч это аудитория радиостанции в прайм-тайм да там ну вот какой нибудь такой ну городского там я не знаю там республиканского по нашему она же масштаба республиканского то есть представляешь это получается и государство действительно им же надо как-то понимать вообще что с этим делать не ну есть отработка люди работают допустим с лидерами мнения это все работают с регулируются люди зеленые какие-то человечки или что или вот который нет холодным сердцем с холодным сердцем это как это вот это видел в американских вот такие люди в черном готова так а однажды вечером приходит к вам дом стучаться и объясняют что как надо жить уже работают все таки да потому что ну да потому что ну ты же понимаешь да никто не будет видео разговора снимет а там фейсбук постим у заместных ну так вот не ну пока не еще нет нет они так сильно но так скажем есть мнение есть мнение смысл люди звонят до на телефончике спрашивают совет дают советы добрые советы от добрых людей но ты знаешь я между прочим но допустим и жили к парку писал ему тоже звонит туда и ходить сюда не ходи но тут уже и все ильбаев радио то серьезное смысле и все и всем так смысле кто вот именно в общественно-политическом контенте смысл можно 300 тысяч носить с собой да допустим ну да и там это мы его пусть и себя и постить свои ноги там или там это слово не дай бог я уже сказал вот это клипы там или так липы до фотки там сэлфи там вот с палкой по моноподам да а это одно но когда ты вот заходишь вот за определенную грань да и когда ты там начинаешь там лезть в общественно рано или поздно нет позвонит сообщат через знакомых чесу донесут свою точку зрения но честно сказать а тут знаешь вот не поймешь какой-то то порядок должен же быть потому что если это будет повальная анархия да и каждый вот этот вот новоявленное радио будет играть на той волне которую она захочет это же тоже этого это непонятно чем тире вата да то есть ну не чем хорошим уж точно не тире ван у нас даже для у нас же вся законодательная база под это есть и за слухи из сжигание из-за это все могут сделать причем номер по семерочке да там хватит хватит даже условно и уже неприятно очень неприятно да то есть есть общего режима даже это тоже не хорошо совсем да не хорошо то есть года вырваны к жизни я ну ты получишь какие-то специальные навыки никаких навыков не работают не дай бог ну вот мы никому не желаем но это поэтому аккуратно немножко думайте прежде чем что-то пить постить и петиции подписывали нет петиции ладно это нет а помнишь была же ситуация когда запустили какую-то петицию с хорошим мессенджем я вот прям помню эту ситуацию ее подписала куча народа а там они взяли потом мы это и назвали текст поменяли да и текст поменяли это на самом деле тоже было все люди не петиция петиция ладно но сейчас вот не надо постить а там фоточки то в kfc нашли там эту личинки там еще города я видела гулял по нам в бананах завезли я буду там спит ну люди не работайте там это бесплатными да и трансляторами я хотел другое слово сказать но в общем если вы за это не получаете деньги не надо подвергать себе риску получить срок не отдала на срок честно сказать тут и с этической точки зрения все же таки должны были понимать есть ответ ты знаешь мне кажется нужно вводить уже можно как-то говорить не пытаться до засунуть там социальные сети интернет какие-то там жесткие рамки да там вот повернитесь налево повернитесь направо по сути ты правильно говоришь они уже есть эти рамки просто не все берут на себя труд их увидеть да то есть условно то есть но пиши же чё хочешь тебе до сих пор разрешено пиши чё хочешь но будь готов нести как бы за это ответственность но я чуть-чуть не о том а я бы вот на уровне наш какой-то надо нравственный что ли кодекс какой-то не ну не кодекс вот кодекс неправильное слово просто никто же не говорит как правильно да там же вот сколько я вижу допустим кто-то что-то публикует да и там начинается вот ну натуральный ну вот в интернете срач начинается люди оскорбляют то есть вот в реале же такого не произойдет и если на заре интернета это было все хи 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 ха 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 то сейчас это уже не хи 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 ха ха потому что там ну как люди настолько бывают делают больно друг другу причем там на ровном месте какой там это я не знаю надо просто вот как-то думать об этом но я бы так сказал с одной стороны они рукаются с другой стороны они это не выливают на улице ну тоже логично я так скажу вот я смотрел статистику я смотрел это с увеличением количества фейсбука количество выступлений на улице акции общественно-политических тогда становится меньше прям пропорционально два за больше людей в фейсбуке в два раза меньше а сколько сейчас по твоему ощущениям в кс-сигменте фейсбука ну 500 тысяч на реально смысле не фейков побольше ну может быть больше там же еще есть у многих по несколько этих то есть там фейковые потом допустим какая там страничка этого там предприятия это не так много в принципе так вот я чё и говорю понимаешь опять же фейсбуковая аудитория пусть они вот туда сливаются тоже вопрос пусть сливают туда видишь вот рафинированная наша какая-то вот эта прослойка до middle 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 плюс на который сидит в фейсбуке неплохо образованная начитанная она-то подумает еще на самом деле там ну куда-то там залазить то есть понимаешь я-то вот и я так думаю что где-то миллион у нас в фейсбуке вот сидит да то есть но я за этот миллион не переживаю что они куда-то там полезут да то есть я переживаю как раз таки за тех людей кто в фейсбуке не сидит а ты чё думаешь на mail.ru допустим или вконтакте там кстати гораздо меньше ругаются люди и на одноклассниках там на вот после там котика-котика фоточки свои успокойся успокойся там свои там эти солнышком фоточки там с отдыха и все на самом деле да 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 я прям сразу у меня целый файл не вот это же интересно да и все их знают как они выглядят разумеется это все типовое это то есть там коммуникации на другом уровне просто и все я не думаю что это уж так это просто несколько и чтобы люди поняли допустим да ну вот людей которые смысле тогда по банке писали их же сейчас мы еще не посадили но у нас кого посадят но в смысле их уже прям нашли и неры же по нашли смысле идет обвинение сейчас идет по моему следствие сюда еще пока нет по моему будет суд допустим да и посадят там еще допустим возьмут несколько еще человек показательно посадят да и тогда все уж более менее начнут понимать слушай ну а вот сейчас вот последнее опять же все знают это никакой там не секрет вот объединение объединились у нас вот блогеры да какой-то союз причем я значит там какую интересную краску увидел что у тех кого много читают там было таких несколько человек да их аудитория прям не двусмысленно сказала слушай пиши о чем хочешь но когда ты стал вот заниматься какой-то общественной деятельностью да мы против то есть я вот прям увидел там в комментах да что допустим но я не знаю меня там читают люди да я пишу все время стараюсь добрые истории я не хочу вот выйти с ради вообще мало пишешь но я мало пишу да вот но тем не менее чуть пишу все равно стараюсь такое позитивное потому что ну мне как этого хватает в жизни чё я еще это какая-то моя душа надо ей там буду я не хочу но люди разные я это все понимаю но там я заметил что он нескольким серебритис да то есть не примут их читатели сказали ребята если вы собрались как бы за наш счет условно га заниматься общественной своей деятельностью окей давайте кого-то спасать будем спасать но если вы полезли в политику так и таким и против уже известный интернет феномен то есть люди которые думают что они смысле это друзья ну в кавычках но друзья они почему-то отказываются быть рекламной целевой аудитории а никто там там и тогда просто люди уже привыкли к одной роли да допустим и когда они даются другая роль смысле они ее не с ней не соглашаться так что я бы не обращал никакого внимания смысла на это все ну собрались люди ну делают не я касательно этих всех союзов там париться не надо более смысле головы мы знаем уже не история всех рассудит там на самом деле когда ты берешь какую-то планку да там условно говоря и говоришь публично о том что ты там будешь заниматься общественной деятельностью да на самом деле есть же потом еще заниматься придется и как бы время она всех расставляет собственно ну согласно их поступкам и действиям скажем так то есть там все будет понятно я думаю через полу разумеется то есть это или умрет или взлетит то что люди собрались какие-то хорошие вещи делать это в этом кромола не вижу слава тебе господи давайте тем больше будет хороших я как по мне да тем больше будет чуть хорошего происходить это вот кстати один из тоже политики не то что вот как по макиявелли да там все способы хороши но если это связано с добро то есть да наверно пускай не делают чувствовать если так легче в смысле путь получай путь я боются да там с несправедливостью там со взяточеством да там окей мне интересно тебе задать вопрос такое что вот у меня конкретно две дочери да растет да у тебя я знаю трое детей ты молодец я кстати недавно протестал твою статью в пандалэнде ты класс нет не в пандалэнде на комоде да на комоде ты классно интервью да да маленькое такое интервью мне концовка понравилась марат там сказал что там был примерно такой вопрос вот как вы там со своими детьми справляетесь да и вот марату написал да я не знаю что с ними делать да то есть сколько могу времени стараюсь уделять вот и ну если скажут что в конце что жену не бил вот сколько мог там детей кормил а че еще надо но я дословно не помню что-то похожее да то есть его дети никогда не бегали босиком по снегу вот вот это вот вообще красиво ну классно же да когда ты сказал на могильной плите если напишу что его дети никогда не бегали он никогда не бил жену его дети никогда не бегали босиком по снегу отличная эпитафия я прям согласен уже приличный человек по нашим временам по большому святу хотя на самом-то деле ничего там такого сверхъестественного сложнее всего простые вещи согласен так вот применительно к детям да то есть вот у тебя тоже трое подрастает и чё будешь делать с их образованием вот мне просто интересно лучше я вот сижу у меня вот уже старшой 13 лет это вот случится еще через три года ну да ну я думаю что я в диплом хану не хочу отдавать это тоже недавно рассказали местное слово диплом хана 500 тысяч платишь его тебе диплом пожалуйста но на самом деле я как бы не хотел бы допустим ну они будут учиться ну хорошей школе тут в казахстане да но высшее образование наверно скорее всего будут получать не здесь вот так да мне здесь то есть я не вижу тут хороших вузов вот так да то есть на мой взгляд легче допустим год на подготовишке поучиться допустим в чехии допустим на подходы а потом там поступить и учиться бесплатно ну а тоже слышал что там я там и там и на станции бесплатно допустим в германии многие эти бесплатно для иностранцев ну так это все может потерять буду ну как потеряется детьми то останется это нет я имею ввиду мы их для страны потеряем они могут же не вернуться потом ну что делать будешь потом склонным дедушкой на поле я глобальный мир он такой ходить в интернете ругаться а потом эти как у оде будьте из германии там эти смайлики посылать что делать ну на это у детей то сразу должна быть дорога как бы они разные сами выбрать на самом деле как бы ну высшее образование в казахстане это на опасно потаченные деньги туда и время причем не столько жаль деньги сколько жаркой ну на пять лет ну четыре или уже от тебя вот и вот я как-то у тебя не спрашивал а те равно все как ты с чего сам-то такой умный стал то есть у тебя ты просто вспомнит и бишь дети должны сами решать это их выбор да я просто при этом сам вспоминаю у нас же вот 0 я не засели за тебя не буду говорить ты можешь с детства такого да то есть а я на при ну хорошо увижу не всем же так подумать и например мне когда я заканчивал десятый класс еще тогда да то есть я убей не понимал кем мне надо становиться и таких как я процентов 80 я точно знал что не буду там химиком физиком геометром там алгеброидом да то ну короче математиком то есть это мне было четко поэтому что-то вообще никак вот то есть я понимал что я буду каким-то фиг победишь гуманитарием вот то есть и это было такое все смутное и потом родители сказали короче будет вот так вот то есть они как многие опять же 80 процентов пап с мамой просто решили его ты лишь а дети должны пойти свои своим путем это тогда будут их ошибки а если вы им скажете куда говорить это будут и их ошибки и ваши ошибки просто готовьтесь принять все с этим связаны риски получается ты короче понял эту концепцию ты их образуешь как следует ну насколько сможешь вот и потом пускай делают уходим ну да если это если у них там захотят так захотят уж они вообще высшее образование не захотят получать в дух они там то хочет стать слесарь ну кстати к тому времени идет кажется по моему они еще будут больше денег зарабатывать пуша не скоро как класс вообще и как вид и все ну я так скажу финансисты у наших серий я я так скажу что я думаю когда они вырастут слесарь это будет человек который на 3d принтере трехмерном будет печатать просто дали кнопку нажимать не там он сначала будет чихтить чихтить потом а потом эту длину мальчат будет сканировать просто тупо бы нет маленьк но не новую новую то деталь он должен чихтить но если он чатит будет учитеть на компьютер может там как-нибудь или на планшете да потом это скидывает на принтер и это будет печатать то есть следствие может быть это будет гораздо более прогрессивная штука допустим я сейчас сантехника знаю вот парочку плотников электриков сантехников которые по десятке в месяц зарабатывают и башни и у меня у меня когнитивный диссонанс то есть я смысле мы-то это поколение 90 нас уже палкой не убьешь да то есть но я же вижу они просто и причем они там знаешь я не скажу что это там мастера какие-то от бога да там левши наши да не они просто умеют качественно делать работу по инструкции и не факат соблюдают суроки пряжи работают чисто аккуратно люди к ним в очередь стоят ты понимаешь что для специалиста узкого десятку месяц зарабатывает это бинга 120 тысяч долларов в год чипов что на все хватает это гораздо больше чем сша люди получают ну так и больше чем белые воротнички получают они в нет папкой тысячу долларов получают по 10 лет ходят чё вот они обходят не ну вот как у нас допустим люди работают экономистами экономии учатся экономист получают а потому работать кассирный банк не поднимутся никогда потому что основная часть экономистов это кассиры в банках это финансистов это кассиры и все и выше ну ну один там из 10 станет менеджером допустим допустим зала допустим какой-то там блин может быть один из пятидесяти станет менеджер начальником отдела филиала вот это да 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 и все смысле а тут и как бы сам делаешь допустим так ты мне скажи на что лучше учиться то надо по твоим ощущениям вот ну вот твой замер да то есть какие сейчас вот допустим айдан кориджанов сказал а по этому поводу интересную вещь он говорит что сейчас наиболее востребованный менеджер будет это тот который будет находиться на срезе желательно сразу трех специальностей ну например это финансист да точнее менеджер допустим там программист да там и еще там ну я не знаю там социолог к примеру да то есть то есть этот человек сможет вести там изумительно какой-то интернет в принципе да то есть междисциплинарные какие-то вещи да это раз во вторых ну я так скажу мир готовится к новой технологической революции соответственно а это что это ну-ка положите ну в смысле он вот допустим 3d принтер да то есть а все дает завода на помойку может быть ну в принципе да то есть вот так то есть ну хотя бы она конечно не все заводы смысл а вот маленький мастерский уже можно выкидывать и смысл только принтер на технологической революции то есть ничего прям будет не знаю а возле идет об этом войдет хоть не будет третий мировой или начался закроет не а нет она сейчас на трояк наговорим я просто интересно нет она на самом деле практически уже идет да то есть да то есть она идет просто она в смысле сейчас прямое лобовое столкновение до государств больших является самоубийственным просто и поэтому все будут воевать соответственно третьими руками на полях третьих стран когда-то они будут воевать соответственно у себя будут нам более менее еще нормально а ну где будут идти бои ну как вот на украине там будет вообще полный ужас там неважно вот же там люди пытаются все выяснить кто прав там кто виноват а я вот просто а главное это на самом деле главное что вы есть будете нет я просто нет я мне больше вот это человеческой точки зрения тоже все гуманитарные профессии сразу выкиньте там все там этот это вот чем детей кормить там поешь кто прав кто виноват дело двадцатая да то есть а обычно что-то что-то вода вот а то понять че дрова купить там где кусок мяса найти я просто помню вот эти ужасные 90 и сейчас выросло вот это поколение который к сожалению не знаю да то есть что такое так когда затяжной кризис что-то нас на столе купишь и радуешься как дурак у людей мечта была джинсы купить ну это сникерс есть сникерс есть это же то есть и полезные вот на кусочке вот это то что ты говоришь ужасно с той точки зрения что там живут все изменится вот это не будет там кофейни не смогут быть потому что но это бессмысленно да то есть этой точки зрения не нужны дорогие машины вот там не апостол то но кто был молдове да тот знает во что приводится украина сельскую то есть сплошного добро село не знаю просто слухи какие-то доходят а там вот там в полгорода света нет допустим там не топят это же люди врачи воды не туда обычный обычным людям же вот это важно да там кто прав кто виноват это его еще раз там высокие идеи революции там или еще чего-то то есть это все потом по преображенскому живут разруха начинается начнется азов как бы ничего просто жалко и плохо и страшно от этого конечно ничего и переживем и это понимаешь называется слава почуял это конкуренция со стороны на пир набегающих на казахстанский рынок украинских рекламщиков диджи диджитал агентств не очень нет еще не почувствовал давно почувствовали мы это чтобы они сейчас сильно набегали отпускать набегают мне я сам в киеве прожил четыре с половиной года мне например вот как я сам по национальности украине то есть мне набег украинских там товарищи у меня как-то мало напрягает а потому что реклама же это открытый футбол то есть а то что они знаешь там есть разница я поймаю могу на камеру назвать наши специалисты которые добиваются каких-то серьезных успехов допустим вот в рекламе да в любой отрасли они начинают чувствовать себя примадонной украинских вот этих допустим креативщиков там этих у них хлеб другой они сюда приезжают просто на заработки пахать то есть вот они приезжают просто пахать ну вот и демпингу диппингуют как бы ну мне виш я в другом к рыбу в другой поставки то есть они меня не напрягают то есть у нас многих напрягают но это вот рекламщиков которые за зарплату работают я буду по проекту то есть я работаю на кипят да то есть я сделал что описал мне заплатили то мне по барабану то есть потому что они еще не скоро рынок узнают они еще не скоро специфику узнают и вообще непонятно может еще одна рисует попалу таких интересных плакатов к ну вот да еще пока то в таких на рисунках пускать не будут дорисуются и это тоже правильно потому что ну знаешь если приехать там в киев до встать посреди площади допустим вот богдана хмельницкого да и начать там рассуждать а его половой принадлежности где там тоже морду набьют и это нормально и да ибо нефиг вот это ну есть вещи которыми не надо шутить тут это скорее всего посвящено еще знаешь с тем что это вот еще у нас два мира существуют по моим ощущениям да это вот мир казахоязычный и мир русскоязычный да то есть и я вот сейчас ты знаешь начал потихоньку учить казахский язык да и я вот это прям начал слышать просто их еще знаешь то что у них мозгов нет то чего ты это рисует это пол дела там большая проблема что тут надо на себя взять разобраться чуть-чуть в этом за месяцами они понимают местного менталитета и и судя по тому как они что они пишут они не хотят с того момента как ты начнешь понимать что сюимба это не улица великий кюши до понимаешь ты не сможет тогда такой плагат нарисовать что там ауэзов это не театр великий писатель который как джек лондон писал то есть ну видишь мы просто росли вот опять же в той среде когда нам об этом сказать мало кто рассказывал вот по крайней мере мне мало кто рассказывал то есть я символе в киеве же ну вот да там да не ну я студенчество у меня там прошло вот то есть но и в школе то что я помню какое тогда было отношение понимаешь это все-таки был советский союз на и со всеми там вытекающими вот ну ладно будем играть теми картами которые знали получается молодежи я всегда спрашиваю мне тут недавно даже гневно написано не гневно парень написал один в питере живет наш казахстанец поехал туда учиться и он весла я смотрю два года ваших программах всеми спрашивать пожелание молодежи вы чё на своими дебилами считаете вот я я ему написал я куда нет я просто мне в свое время когда я был молодым не очень хотелось чтобы кто-то из состоявшихся людей мне дали какой-то совет я прям искал этого мне это было нужно то есть он будет просто мы не бездельники мне так значит было приятно мы не бездельники мы вашим целыми днями чего все именно нам советы даете да да мы не такие уж и лохи как вам кажется да но я чуть-чуть в другом контексте просто от дядек которые много думали об этой жизни все равно интересно какой-то экстракт получать ну на самом деле как бы это достаточно просто то есть я не глобально то по жизни то не советую смысл но какие-то такие вещи смысл они меня спрашивают я не отвечаю ну вот смотрите это вот тоже один из таких вот советов да то есть ведь можно любому он есть марат да то есть он в фейсбуке пишет там среднем по два по три публикации маленькой там небольшими ты такими выстрелами вот то есть можно же найти написать подружиться с ним написать ему в личку до от нормальный заданный вопрос но вы наверное получите сказать да если вы напишите здравствуйте пожаловать вежливо это ну вы на него получите ответ ну вот классно слушай но и получается же сейчас все знания мира они на расстоянии от вопроса которые ты задашь google то есть это же тоже было как это не за иллюзия это иллюзия на самом деле но почему ты любой вопрос задаешь где вываливается порядка сорока блин источник нет это эти тебе бывает то что те показывают google согласен и все это неправда то что тебе показывает google в яндексе спросить это то что тоже то что показывает яндекс и мастерам села оптимизации до которые ты же сам этим занимаешься ну нет я понимаю то есть это 20 долларов в день надо тратить и google будет показывать да показывать тебя показывать потом еще это тебя где где надо день вот поэтому иногда легче спать надо сказать что этим занимаюсь для коммерческих фирм для себя это будет слава этим заниматься успешно достаточно нет давай смотри что там на задавали тебя вопрос ну там на самом смешные да нет там парочка твоих поклонников твоего таланта видимо ты их как-то высказывался выхода из по раз вот сейчас я найду вот я у тебя просто ты же знаешь да чтоб тебе часть относится полярно умеется не если к вам относятся люди о хорошо обязательно идутся люди которые кому то есть очень плохо вот войту кенов на самом деле это не достаточно сильное понижение потому что во первых у нас армия всегда была частью силовиков плюс соответственно там соответственно гораздо меньше бюджет и политическое влияние то есть это существенно понижение за для военных хорошо в 38 для военных это без разницы для военных это очередной гражданский министр то есть у военной только на самом деле где вертикали есть то есть одна по линии начальника генштаба это сугубо военная и такого то адреса тивно это министр або значит начальниCal генштаба есть остается то есть поэтому по барабану. Ну, мне кажется, все равно он не сможет, по-моему, не тот человек, который будет спокойно сидеть там. Там это достаточно такая консервативная структура, которую не поменяешь. Особенно учитывая, что верховный главнокомандующий у нас не мистер оборон, а президент. Он написал, Даник Мустафинов спросил, зачем он заблокировал некоторых юзеров для фоллоуинга в ТВИ, в том числе и меня в конце смайлик. Ты какая-то виндетка. Для фоллоуинга? Не знаю, может быть он на спаме, может он не понравился, что он мне пишет. Алмаз Ержан пишет, Алмазу тоже привет передаем, желаете здоровья. А, ему тоже пожелаю здоровья, то есть за Алмазом я так слежу, в смысле, он молодец, он очень сильный человек. Железный? Да, железный. Я желаю ему удачи и здоровья. Я присоединяюсь с удовольствием. Он молодец. С удовольствием читаю его жизнеутверждающие посты, знаю, вот он недавно ездил в Китай лечиться, надеюсь, Алмаз лечение прошло успешно. Да, и вообще вот посмотреть, да, у меня есть люди, допустим, я учился с людьми, у которых был ДЦП, в ВУЗе. Я вот не понимаю людей, которые ноют, обычных. Понимаете, у них по сравнению вот, все нормально, что же вы ноете-то? И вот, в смысле, пример, да, Алмаза, да, который вот, ну так, держит себя конкретно. Да. Это вот все время пример, которого там, но и постоянно... Я согласен, там тут... Ну, со стороны, для вас, может быть, это, конечно, гигантский проблем, но для окружающих, для социума, это, конечно, полная ерунда. Согласен. Спрашивает Канат Тасибеков, как у него с казахским языком? Кстати, вопрос интересный, личным его даже и не назовешь. На сегодняшний день, по-моему, это очень важно для казахского языка. Да, ну, нет, в смысле, ну, я вот, у меня разговорные, но пока вот я, допустим, чтобы вот так писать, да, на казахском, да, то есть интервью давать, да, у меня вот с этим еще очень плохо. Но это может быть у тебя, в смысле, если ты разговорные разговариваешь, может быть, это у тебя на уровне какого-то там... Нет, это, в смысле, у меня просто маленький словарный запас, то есть он для разговорного не хватает, а, допустим, для общественно-политических тем очень сильно не хватает. Да, почитай свои статьи, там, на русском, да, не поймешь. Ну, да, вот, и очень большая эта проблема, в смысле... Ну, ты на казахском, по-моему, запутришься окончательно вообще. Да, но я вот, кстати, думаю, может быть, на следующий год открыть это казахскоязычный сайт, брать, переводить там свои статьи, там, еще чем-то, заметочки, да. Ну, это хорошо будет. Да, ну, потому что я вот чувствую, что казахскоязычная аудитория нуждается в таком контенте, но буду пробовать. Мы вот на Ганзе мучаемся, вот Тульген там... Да, он мучился. То есть, нет, в каком плане, что... Привлекает. Очень сложно найти авторов, пишущих на казахском языке, интересно. То есть... Да, потому что не надо забывать... На русском языке сложно найти. Да, на казахском... Не надо забывать, что, допустим, у казахской журналистики совсем другой стиль. То есть, он там совсем другой стиль написания, в смысле, то есть, с многочисленными историческими, фольклорными отсылками, с различными, гораздо большей вот этой образности в казахском статьях, допустим, да, и гораздо менее насыщенной информацией. То есть, это не такой уж очень показ, вот слабо вписывается в формат интернета. То есть, вот так. Оно просто, так скажем, казахские журналисты, это всегда такие вот маленькие писатели. То есть, они, в смысле, это у них они перетекают. И поэтому они оценивают статью больше как эссе, допустим, да, какой-то, как литературный жанр. Ну, ты вот читаешь, ты же понимаешь, что они пишут? Ну, если не сложно напишут, то да. Но они настолько сложные, многое пишут, что пока вот это все прочитаешь, да, то есть, я привык уже к таким насыщенным этим. То есть, тут нужна как-то какая-то, так скажем, новая перестройка. То есть, когда вот именно казахская публицистика будет писать именно жестко, сухо и информативно. То есть, но это уже совсем другая, как и публицистика, это немножко другое. Не факт, что, так может, наоборот, хорошо. А с другой стороны, может быть, это, видите, традиция? Да, это традиция, может, и не надо ломать. Если сейчас вот это вот, ну, в смысле жесткой, сухой публицистики в мире хватает. А публицистики в стиле эссе поискает. Нет, ее тоже хватает. Ну, вот просто вот непонятно, как туда-сюда. То есть, вот такая болезненная трансформация, пока тоже не очень понятна. Ну, время рассудим. Время посмотрим, да. Ну, что ли, давай вылезем. Ну, кстати, президент уже так и сказал про языки. Будем ждать все время на свои места. Ну, оно, да, оно как-то потеряется. Мне кажется, там, вот, скорее всего, это вот единственная правильная ситуация, потому что по-другому там все какие-то рывки, они... Искусственная культура, язык, ее искусственно пытаться что-то там взбодрить, а она может ее померить-то? Что там еще? Андрей Халов спрашивает. Интересно бы узнать мнение о картине «Смерть Марата». Я что-то это не понимаю. Он без Смайлика вроде написан. И, в целом, подожди, отношение к Великой Французской революции. Это он серьезно спрашивает или стебет? Стебет, конечно. Да? Ну, с другой стороны. Ну, нету Смайлика просто угорает. Ну, ладно. Великая Французская революция, конечно, очень большое общественно-политическое действие, это раз. Это, конечно, банальность, да? Ну, картина классная, ну и что? В этом весь Марат Шигутов. Интересный, Марат. Ты человек, я правда. Ну, вот сегодняшний наш разговор, он был совсем другой, в отличие от наших. Но я не думаю, что он будет для людей менее интересным. Вот. Я с удовольствием буду продолжать читать тебя на просторах интернетов, фейсбуков. Да. Вот тут тебе пожелали здоровья. С удовольствием присоединяюсь. Давай, прибудет с тобой сила. Взаимно. Спасибо. Спасибо.